Сегодня я хочу немножко поговорить про 107-ю, 108-ю страницы трактата Китубо «Допятничный и субботний дофьемник». Я в двух словах только Мишны суммирую. Здесь, как я уже говорил, разные темы. Единственное, что связывает эти Мишны, это вот два известных судьи, которые были в Иерусалиме в свое время, и которые в чем-то не согласны были в каких-то определенных псаках своих. Это все денежные вопросы, совсем не связанные друг с другом. Но они в этих вопросах были не согласны с другими мудрецами. И вот вопрос, да, как нам постановлять халаху, обсуждается, соответственно, в каких вещах халаха, как эти мудрецы, как эти судьи, а в каких нет. И вот почти до конца этого перика будут разные примеры данных диспутов. Значит, еще один пример, в который Ханан, первый из этих двух судей, спорит с другими мудрецами, это про человека, который уехал в другую страну, а кто-то взял и стал кормить его жену, пока того не было. Так вот, обязан ли он платить, когда вернется назад? Нам кажется очевидным. Мы, конечно, обязаны, если его жену кормил кто-то, пока его не было. Оказывается, что это не так очевидно, но уже технические детали выходят на рамки нашего урока. В общем случае, последняя мишна на странице 107, внизу, в самом конце, это вот про Ханана, который считает, что он потерял свои деньги, но другие мудрецы с этим не согласны. Теперь, на следующей странице у нас на второй стране сразу несколько мишнает, три мишны, но третья только начинается, мы ее ставим на следующий урок. Она, в основном, продолжается на странице 109, но на 108 странице несколько псаков Адмона, как мы уже говорили, он в семи вещах не согласен был с другими мудрецами. Ханан только две было, два у него псака особых, а у Адмона было семь. Значит, первый псак Адмона, если человек, когда умер, у него мало имущества, и остались маленькие дети, мальчики и девочки. Помните, мы говорили, что в каком-то смысле у девочек есть преимущество? Большинство мудрецов считают, что девочки, хотя в отношении наследия преимущество у мальчиков, но в отношении кормления детей маленьких, наоборот, преимущество у девочек. Видимо, потому что девочкам непривычно ходить и собирать седаку. Ситуация какая? Очень сложная. Мы видим ситуацию, когда человек бедный был и осталось совсем немного имущества после его смерти. Будут ли все его дети одинаково получать уже, насколько хватит, насколько хватит? Или девочкам мы отдаем, пока будем кормить сего имущества, пока они не вырастут или не выйдут замуж. А вот мальчики пусть собирают седаку, если что. Так вот Адмон считает, что мальчики не должны быть хуже девочек, но с ним не согласны мудрецы. И, как я уже говорил, у нас халаха не как Адмоны, что халаха, что мальчики в данном случае теряют. Нет, выгоднее быть девочкой, если имущества мало и маленькие дети остались. Девочек будет кормить это имущество, которое осталось, а мальчики пусть собирают седаку. Следующая мишна. Это вообще очень интересный случай. Мы знаем, что есть из Торы такая концепция модеби микцат. Если дойдем когда-нибудь безраяташем до баба мицы и будем подробнее это обсуждать. Есть концепция, которую мудрецы трактуют из самой Торы, что человек должен клясться из Торы. Есть клятвы Равинские, как мы уже рассказывали, но есть клятвы из Торы. И вот человек должен клясться из Торы в случаях, когда он модеби микцат, когда он частично согласен. В смысле, если я к вам подойду и скажу, вы мне должны тысячу долларов, а вы это отрицаете, у меня нет никаких свидетелей, то вы из Торы вообще не должны клясться. С какой стати, да, мы заставим человека клясться. Иногда Равины устанавливали то, что называется Швот Хейсет, конечно, не буду вдаваться в эти детали. Но, во всяком случае, обычно, да, если человек просто претензии имеет к другому, а другого всего отрицает, и нет никаких свидетелей, то и клясться не нужно. Вот если был бы один свидетель, тогда нужно было бы клясться из Торы, чтобы опровергнуть одного свидетеля. А если есть два свидетеля, то обязаны были бы платить. А вот что, если вы частично согласны? Я говорю, что у него должны тысячу долларов, вы видите, 500 я тебе должен, а 500 нет. Вот здесь уже Тора, согласно интерпретации наших мудрецов, требует клятву. Ну, видимо, логика в том, как объясняет, на самом деле, в трактате Баб Митцве Рава. Идея в том, что человек Мистама, да, не будет полностью отрицать, когда он чего-то должен. Если уж он частично согласен, то возможно, что он и на всю сумму, на самом деле, знает, что он должен. Но он пытается, как бы, оттянуть время как-то, не хочет сразу все платить. Такое часто случается. Неудобно человеку отрицать полностью тому, кто сделал ему добро и дал деньги в долг. Но он частично соглашается, а частично тянет время. Поэтому, говорит, Рава поставила Тора клятву этому человеку, чтобы он не отрицал и признал весь свой долг. Так вот, вопрос здесь в том, что считается модами Митца. Что считается, что он согласен частично? В каких случаях мы говорим, что это частичное согласие? Вот диспут здесь, хотя Талмуд более подробно обсуждает, и я сейчас упрощу, я только объясню, как мишно выглядит. Но на самом деле детали того, когда именно их диспут относятся, выходят за рамки нашего урока. И, конечно, очень редко такое происходит на практике. Но вот конкретно, вот если бы, скажем, человек требовал с кого-то пшеницу, а он ему говорит, я тебе должен ячмень. То он вообще не то признал, что тот требовал. Поэтому это называется модами Микцад. Частичное признание, это если бы он требовал пшеницу, и признавшийся признал частично, что он должен хотя бы часть этой пшеницы. А вот что, если он требовал, например, и пшеницу, и ячмень, а тот признал только ячмень, но не пшеницу? Вот это уже здесь обсуждается. Но вот мишно обсуждает такой случай, более конкретный. Когда человек говорит, что ты мне должен масло в бочках. На самом деле Талмуд, как я сказал, более подробно обсуждает. Как именно он составил свою фразу, включаются ли бочки в эту фразу. Или нет. Но во всяком случае масло подразумевается ли в каких-то контейнерах, или упомянутые контейнеры. А признал тот только сами контейнеры. То есть, говорит, бочки я тебе должен, а масло я тебе не должен. Так вот в такой ситуации, как я сказал, точно вот как Талмуд заключает, тут много разных вариантов в самом Талмуде, но как он заключает, я не буду вдаваться. Но вот в какой-то из этих ситуаций говорится, что Адмон считает это тоже, как будто он признал частично хотя бы. А раз так, то значит нужно клясться. А вот Хохамим не считает это частичным признанием. И интересно, что, кстати, и в той мишне, и в предыдущей, Рабан Гамлиэль говорит, что он согласен с Адмоном. И на этом мы на сегодня закончим. Как я сказал, я не стал вдаваться в детали, это практически никогда не происходит. Но просто, чтобы вы знали общую концепцию мода бемикца. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.